Даров бобры! С вами словосел и сегодня я подготовил для вас самое хардкорное прохождение из возможных. Сложней тупо не придумать. И как вы понимаете, начал я этот челлендж с того, на чём закончил. Я стартовал на морских льдах. Но правда в том, что на крайней северной точке невозможно выжить в новой версии. Даже в старом сценарии изгнанника, где мы стартуем без ресурсов, но с одеждой нам теперь не дают пуховик, так что любые попытки старта без ресурсов тщетны. Мне всё же хотелось оставить кликбейтную морскую льдину, так что дальше я начал пробовать стартовать на юге, и в первый день перебирался на ледник. Это прохождение оказалось настолько суровым, что у меня даже не было времени на убийство зайцев. Хоть выживание там оказалось чисто теоретически возможным, это не так. Понял я это когда полностью забил и стартовал сразу же на территории ледника. Самое сложное в этом прохождении это правильный старт. По тому началу я хотел бы уделить как можно больше времени. Если вы видели мой коротенький клип, то знаете, попыток было много и у нас есть всего два нелетальных варианта. Первый это вскрыть древнее зло, как-то справиться с тем что там внутри и как-то выживать дальше. Ну а второй это избить гостя и отобрать у него еду и одежду. Для обоих вариантов вам необходимо брать на старте максимально крутого строителя, иначе вы просто не успеете убить зайцев, которые навсегда покинут карту на второй день прохождения. Если собираетесь зачищать древнее зло, 99% попыток будут провальны или же вы зачистите его не до конца, что как бы ещё дополнительно снижает ваш шанс на успешное прохождение. Если вы забьёте на древнее зло и попытаетесь убить торговца, есть шанс что он придёт к вам слишком поздно, тогда когда вы уже сдохнете от голода. Ну или вы банально не сможете его убить, тут шансы 50 на 50. Самое прекрасное в этом прохождении то, что какой путь вы бы не выбрали, в большинстве случаев вы всё равно умрёте от нервного срыва на второй день. Есть только два нелетальных нервных срыва, это истерика и затворничество. И то есть риск погибнуть и от них. В итоге что мы имеем? Мы имеем возможный, но крайне низкий шанс на успех. Однажды у меня даже почти получилось пройти, и это было в клипе, но мне не хотелось бы чтобы всё зависело лишь от нереального стечения обстоятельств. Там я пережил начало потому что мне попалась огромная стальная постройка возле гейзера, от которой я взял сталь на стены и дозатор пасты, за счёт этого и за счёт 12 очков навыки строительства я успел убить двух зайцев, затем мне чудом удалось пережить нервный срыв, всего на третий день ко мне пришёл гость, которого я убил и съел, ну и далее следовали также не самые худшие и нелетальные события. Если бы хоть одного из этих пунктов не было, то прохождение бы закончилось так и не начавшись. Так что я начал заново, в немного других условиях, дабы проработать идеальную и главное рабочую тактику. О ней мы сейчас и поговорим. Главная особенность этого более надёжного прохождения заключается в одной мелочи. В настройках планеты мы выставляем не минимальное значение температуры. Таким образом, у нас повышается шанс выжить при нервном срыве. При расканье мы всё равно замёрзнем. Единственный способ пережить его это никогда не высыпаться. В максимально холодных настройках даже это не помогает. Колонист слишком долго бродит и не отключается даже если показатель отдыха изначально был на нуле. По моим субъективным ощущениям, в новой версии стало гораздо сложнее рандомить хороших колонистов. Потому даже такой простенький персонаж с необычным именем уже нам подходит. Главное это чтоб он был хорошим строителем и второстепенно это боевой потенциал. Желательно в ближнем бою, ибо огнестрел раздобыть не так просто. Генерация карты мне попалась не самая удачная, пришлось разбирать постройку исландца. Тут мне вновь помогли настройки температуры, потому что в холодных ледниках я просто не успел бы построить изначальный домик и замёрз. Ну а тут я построил его даже больше чем строю обычно, просто чем помещение больше, тем проще держать в нём приемлемую температуру. Немного согревшись я продолжил строительство. Кстати, прикольное замечание, если я буду называть этого колониста по имени, то это будет звучать так как будто я говорю о себе в третьем лице. Короче в этот раз я, это как бы я и в то же время как бы я в игре. Да, объяснение получилось сложнее чем сама мысль, люблю такие парадоксы. Тем временем окончательная версия нашей времяночки уже готова и внутри я даже успел разместить область для посадок. Да, мы там будем выращивать картошку и за счёт отсутствующей над ней крыши, она реально будет расти. Тут главное не переборщить с посадками, если снять слишком много блоков крыши, температура внутри сравняется с уличной и не будет повышаться от гейзера. Не смотря на достаточно лайтовый старт, всё прошло по нереально знакомому мне сценарию. Мы успеваем убить лишь двух зайцев, после чего ловим нервный срыв. Могли бы убить и больше, но только если бы у нас под рукой оказались стальные постройки. Хотя еды мне всё равно удалось собрать больше чем обычно. На карте я обнаружил недоеденный труп зайчика. Так что зайчатины нам хватило вплоть до третьего дня. Хотя обычно на третий день уже начинается недоедание. Кушать что-то нужно, так что пора обратиться к древнему злу. В этот раз мне повезло, попался почти идеальный вариант с мирными механоидами. Однако еды не прибавилось и тут нам и пригодятся наши боевые навыки. Я создал дубину и отправился к песцу. Это агрессивный зверь, но он один из самых лайтовых, а я дебошир с неплохо вкачанным ближним боем. Разделывать песца я не стал. Если нет дозатора пасты или разделочного стола, лучше кушать сырую тушку, так получится куда сытней. Следующие пару дней я в основном занимался всякой хренью. Накапливал сталь, строил ловушки возле мехов и провожал взглядом союзных гостей, глотая слюну. Галушем против толпы мне не справиться, а вот с очередным песцом запросто. Хотя и без него голодной смертью я бы не умер. Сражаться с захватчиком, тем более будучи раненым, очень рискованно. Пускай он лучше немного покоцает мехов, а я поживу еще какое-то время. Может быть ситуация на карте изменится в лучшую сторону. Далее переходим к седьмому дню, когда раскаяние от прошлого срыва уже пропало и я словил нервный срыв ярость. Этот срыв был предсказуемым и потому всё время я специально бегал не выспавшимся. Отдых уже на нуле, за бортом плюсовая температура и несмотря на всё это, в основном из-за достаточно холодной ночи гипотермия уже близится к 50%. Это как по мне самый яркий пример того, о чём я говорил в самом начале. Ну а ещё, вторая тушка песца была съедена в разы быстрее первой. Так что сейчас мне как-то нужно украсть труп захватчика из цепких лап механоидов. Я дождался пока они спрячутся к себе в будку и мигом ухватился за кусок мяса лежащий рядом. Идеального преступления не получилось, я всё же немного подогрел свою тушку, но в большие проблемы это не вылилось. На дворе десятый день. Я всё так же пытаюсь избавить древнее зло от его обитателей и всё так же забиваю на дозатор пасты. Это уже не фишка, а явный просчёт. Но в этот день удача повернулась ко мне правильным местом. В одиночку справиться с двумя союзниками у меня бы не получилось. А вот у механоидов запросто. Так обидно смотреть как горит столько вкусного добра, но я сделал максимум и спас самые ценные. Две тушки, лук и одну пачку пимикана. Из-за вечной надоедливых спасти больше не представлялось возможным. Трупы союзников я закопал, дабы они не бросались в глаза и лежали там в сохранности до следующих голодных времён. Ну и как вы видите, голодные времена настанут не скоро. Именно вот таких перемен я и ждал с самого начала. Мехи уничтожены. У меня появилась куча одежды не снятой с трупов. Союзники обронили кучу блюд, обронили огнестрел и серебро. Так же, поскольку мехов больше нету, я могу продать им хоть весь люциферий. В данном прохождении я не планирую его использовать и в идеале, мне хотелось бы выкупить рыба. К сожалению, хватило только на пёселя, аптечки и бодрин. Но это тоже неплохо. Грех жаловаться, когда всё идёт настолько хорошо. Я уже молчу про нападение. 13 июгуста. Лучший день в моей жизни. Далее перескочим ещё на 2 дня. Я уже перенёс все вещи, разделал все тушки, спрятал останки механоидов в домике и закрыл за собой дверь. Пускай они лежат там в сохранности. Их тушки ещё нам пригодятся. Можно было бы туда отнести и другие предметы, чтоб они не портились. Но это уже мелочи, на которые можно и забить. Тем более уже совсем скоро у нас будет нормальное складское помещение. Далее переносимся ближе к середине осени. К этому моменту вся плоть человека уже закончилась. Зато поспела картошечка и мы почти завершили строительство дополнительных помещений. Почти, но не совсем. И моя медлительность, моё желание строить из каменных блоков обошлись мне слишком дорого. 32 картошки. Больше 5 вкуснейших блюд просто ушли в никуда. Естественно, я попытался убить этого трумба, но сейчас это не так просто реализовать. Единственный выстрел, который я успел сделать, зажил буквально в один миг. А ведь трумба это живучая тварь. На него нужно потратить не мало патронов. Чуть позже у меня появилась отличная возможность хотя бы попытаться завалить этого зверя и упускать эту возможность ни в коем случае нельзя. Хотя шансы на успех всё так же малы. В итоге, трумба просто ушёл с моей картошкой в животе. Я так и не смог его догнать и вновь заагрить. А новичок тем временем самостоятельно справился с угрозой. Спасибо конечно ему за помощь, но всё же это я принял его в свой дом и накормил. А он, мразь, возымел наглость покуситься на святого пёселя. Кого-то мне подобное поведение напоминает. Надеюсь, что мы всё же сможем с ним ужиться под одной крышей. Да, моё поведение оказалось ничем не лучше. Это было на грани фола. Вот как после такого можно доверять кому-то. Больше колонистов, больше проблем. Шёл 24 день выживания. Я так и не отбил ни одной атаки своими руками. Поразительно. Если б не этот торговец, я конечно же и сам справился с зайцем. Но одним зайцем сыт не будешь. Так что он как минимум сохранил жизнь нашему варгу. Следующего нападения долго ждать не пришлось. Однако вступать в бой напрямую я всё так же не планирую. Не зря же я покупал и обучал пёселя. Заодно и еда для него будет. Сейчас уже мне хотелось бы отойти от культуры каннибализма во избежание очередных нервных срывов. Надеюсь, что эти суровые времена останутся в прошлом. Хотя посадок у нас не так много и с приходом зимы их становится всё меньше и меньше. Зима ещё не началась, а температура уже нередко доходит до минус 40 градусов. Марс всё же оказался слабым на психику. Он не был готов к таким суровым условиям и после нервного срыва ярость сорвался во второй раз во время охоты. Он сейчас слишком далеко от базы и даже несмотря на то, что он в пуховике, помочь ему мы скорее всего уже не сможем. Ему на смену в колонию прибыл китаец Чо. В плане статов он даже покруче Марса. Как минимум он шарит в науке. Но, прости Чо, я пока не готов к новым отношениям. Наконец пришла зима. Холода становится всё суровей и суровей. Гейзер уже не справляется с обогревом посадок. И спасает меня только пуховик из шерсти альпаки, снятый с китайского брата. Сейчас мне хотелось бы вскрыть древнее зло и наконец начать исследовать. Но срывы, нехватка еды и рабочей силы всё никак не позволяют мне этого сделать. 3 декабря к колонии присоединяется очередной падаван пацифист. Надеюсь он не повторит судьбу предшественников. Голосуйте в комментариях, на какой день он сдохнет. Ну а я тем временем удаляюсь в закат. Подписывайтесь чтоб не пропустить, делитесь чтобы поддержать и ставьте чтоб не потерять. С вами был Асел, до скорых встреч.